На минувшей неделе целую порцию новостей выдал Автоваз, который продолжает бороться с дефицитом компонентов, однако успевает готовиться и к восстановлению линейки продуктов. На обе Нивы вернулся кондиционер. В Тольятти сварены первые кузова рестайлинговой Весты, а моторное производство готовится возобновить сборку 16-клапанных двигателей. Как снег на голову свалилась новость об уходе Ниссана с российского рынка. Уточним. На голову института НАМИ, который уже получил Автоваз от сбежавшей группы Рено, теперь упали российские активы Ниссана, включая Петербургский завод. А самому Автовазу придётся снабжать запчастями не только дилеров Рено, но и дилеров Ниссана. И только Горьковский автозавод держится бодро. Начались массовые поставки «Газелей» с модернизированным трёхлитровым двигателем Эвотек, а со дня на день стартует производство новейшего однотонного «Соболя-НН». Это простаивающий завод Ниссана в Санкт-Петербурге, который мы запечатлели буквально на днях. Просто так, на всякий случай. И случай не заставил себя ждать. Ниссан решил покинуть российский рынок. Пресс-релиз категоричен. В рамках объявления о неминуемом уходе с рынка исполнительный комитет компании «Ниссан» одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ. Итак, все активы — а это головной офис, питерский завод полного цикла и научно-исследовательский комплекс — будут за символическую цену проданы государству в лице Федерального института НАМИ. Но с опционом обратного выкупа в течение шести лет. Ранее точно такая же схема была реализована и с российскими активами Рено. Представительство «Ниссана» в России было открыто в 2004-м, а петербургский завод «Ниссан Manufacturing Cruise» запущен под занавес 2009-го года. Первоначальная мощность конвейера составляла 50 тысяч машин ежегодно, но затем объёмы нарастили вдвое и организовали смежные производства. Свежий штамповочный цех был построен буквально в прошлом году. В последнее время здесь выпускались только кроссоверы — Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Но 14 марта производство пришлось остановить — по официальной версии из-за логистических проблем. В штате предприятия около 2000 человек. Минпромторг уверяет, что весь персонал будет сохранён, а НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнёров создавать совместные предприятия. Правда, непонятно, чем можно загрузить опустивший конвейер. Отметим, что эвакуация «Ниссана» из России стала неожиданной для многих участников рынка. Предполагалось, что завод будет простаивать ещё долго, но об уходе речи не шло. Никаких официальных комментариев на эту тему нет. Но осторожно предположим, что среди возможных причин — частичная мобилизация, а точнее — обязанность сохранять рабочие места мобилизованных, избежать которой стремятся многие работодатели в России, столкнувшиеся с необходимостью массовых сокращений. А сокращения на замороженном ещё свистной заводе, очевидно, рано или поздно понадобились бы. Ключевым сотрудникам главного офиса, как стало известно телеканалу «Автоплюс», предлагают рассредоточиться по заграничным подразделениям «Ниссана». Вот только согласиться на переезд готов далеко не каждый. По предварительным прикидкам, от ухода из России «Ниссан» потеряет около 700 миллионов долларов. Судьба марки «Инфинити» явно не описана и прояснится в ближайший месяц. Но, по нашей информации, официальных поставок уже не будет. Импорт автомобилей остановлен весной. Хотя московское представительство всё равно готовило премьеру второго поколения кроссовера QX60. Гарантийным и послепродажным обслуживанием автомобилей «Ниссан» отныне займётся «АвтоВАЗ». Российский автогигант будет управлять центральным складом запчастей и организует поставки деталей. Дилеры «Ниссана», решившие продолжить работу, подпишут соответствующие соглашения. Как это будет реализовано, показывает пример «Рено». За сервис французских машин также отвечает «АвтоВАЗ». Перейдём к новостям самого «АвтоВАЗа», который пережил очередной кризис. В начале октября автогигант остался без целой номенклатуры компонентов, необходимых для ритмичной работы. Об этом сообщили сразу несколько пабликов из соцсети ВК. Так, если верить группе «АвтоГрад Ньюз», то для Нивы «Лэдженд» недоставало ремней безопасности, для Нивы «Тревел» жгута проводов головной оптики, а для «Гранты» — электроусилителей рулевого управления. Все некомплектные машины пришлось расставлять по территории завода. Впрочем, ситуация разрешилась весьма оперативно. Автомобили уже дооснащают деталями, но этот эпизод показывает, насколько сложным остаются положения с поставкой компонентов. А ещё «АвтоВАЗ» почти перестал выпускать базовые версии «Лады Гранты». В прайс-листах на официальном сайте напротив начальной комплектации Classic вдруг появилась многозначительная пометка «Автомобиль не производится». Самая простая версия теперь доступна только для обычного универсала, стартовая цена которого составляет те же 705 300 рублей, что и в августе. Альтернативой отныне выступает исполнение Classic Advance. Такие седаны, лифтбеки и кросс-универсалы дороже на 72-77 тысяч рублей, но оснащаются двумя подушками безопасности, модулем «Эроглонас», аудиосистемой и подогревом передних кресел. Кстати, подбор «Гранты» выглядит сейчас необычно. Желающие иметь фронтальные подушки безопасности вынуждены отказываться от заводского кондиционера, а выбрав кондиционер, приходится соглашаться на один эйрбэк. Кстати, о двигателях. Президент автогиганта Максим Соколов заявил, что выпуск 16-ти клапанных моторов возобновится весной. До этого момента «Гранты» будут комплектоваться строго восьмиклапанниками. Что касается агрегата HR16 от дачи 113 сил, которые «АвтоВАЗ» выпускал по лицензии Рено, то его перспективы туманны. По официальной версии, которую огласил глава маркетинга Сергей Ильинский, ни один проект не закрыт. В Тольятти франко-японский мотор выпускался по полному циклу, но оказался локализован не настолько глубоко, чтобы оперативно возобновить его производство после ухода Рено из России. Зато Волжский автозавод начал выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, оборудованных кондиционером и подогревом передних сидений. Как отмечает пресс-служба, климатика всегда была крайне востребованной опцией. Так, в прежние времена на версии, оснащённой кондиционером, приходилось более 60% от общего объёма продаж модели Legend и более 80% у поколения Travel. Цену новой старой опции Lada обещает раскрыть позже. Принципиальное решение перенести выпуск Lada Vesta из Ижевска на основную сборочную площадку АвтоВАЗ принял в августе. И вот, как сообщает пресс-служба автогиганта, в Тольятти сварили первые кузова модели. Старт серийного производства намечен на первое полугодие 2023 года. Отдельно уточняется, что процесс переноса идёт чётко по графику, то есть рестайлинговые Vesta начнут отгружать дилерам весной. Напомним, что флагманское семейство переносит не на третью линию главного конвейера, как мы предполагали ранее, а на линию B0, где прежде выпускались Ларгусы, Иксреи, Сандера и Логаны. Официальная причина переезда — в необходимости выпуска большого количества Vesta. Дескать, 230-тысячной мощности Ижевского завода будет недостаточно, когда российский авторынок выйдет из глубокой комы. Правда, неясно, когда это случится. Годовой тираж семейства Vesta никогда не превышал 130 тысяч, а полмиллиона рестайлинговых машин, на которые рассчитывает АвтоВАЗ — это, на секундочку, более четверти, если не треть, до кризисного рынка России. В Ижевске останутся штамповка стали, формовка пластика и некоторые другие производства. Не станут разбирать сварочный комплекс и конвейерную линию. Хотя сварочные кондукторы и некоторое специализированное оборудование пришлось перенести. «Газель Некст» окончательно примерила новый двигатель. Прежде «Гамма» состояла из двух моторов — дизельного «Камминза» и бензинового «Эвотека». Плюс небольшими партиями из заводских ворот выходили машины, оборудованные двухлитровым турбодизелем «Фольксваген». Теперь «Эвотеков», которые делает Ульяновский моторный завод — два. У нового увеличенный до трёх литров рабочий объём чугунный блок цилиндров, другие коленчатые и распределительные валы, а также иные головка блока и поршни. Кроме того, ульяновские мотористы применили принудительное охлаждение поршней маслом, за счёт чего удалось снизить теплонапряжённость агрегата. Это значит, что безнаддувный атмосферник надёжно защищён от перегрева. Характеристики таковы. На бензине рядная четвёрка развивает около 120, а на метане — порядка 110 сил. Заказать можно только битопливную версию. На такую машину прямо на заводе будут смонтированы газовые баллоны объёмом от 26 до 42 кубических метров. Со временем трёхлитровый восьмиклапанник планируют оснастить турбокомпрессором. Но когда «Эвотек» разживётся наддувом, сейчас не знает, пожалуй, никто. А жаль. Такой вариант составил бы серьёзную конкуренцию дизельному камензу. В нынешней ситуации дилеры предоставляют цены только по запросу. За метановую длиннобазную модификацию продавцы просят примерно 2 миллиона 800 тысяч рублей. А чисто бензиновая должна обойтись тысяч на двести дешевле. Кстати, менеджеры отмечают, что трёхлитровые «Нексты» приходят вот уже два года. Но то были небольшие партии. А сейчас стартовали ритмичные поставки. И ещё одна важная новость. В конце месяца «ГАЗ» должен начать серийное производство «Соболя-НН». Он представляет собой укороченную «Газель», вдобавок получившую совершенно другой мост — с односкатной ошиновкой. Применение нового моста позволило уменьшить размеры колёсных арок, так что стандартную «Европалету» теперь можно разместить поперёк. А кроме того, увеличился полезный объём кузова. Чистогрузовой фургон способен увести до девяти кубометров груза. Кстати, со временем односкатную ошиновку и узкие «Арки» также получат лёгкие версии «Газели», созданные для эксплуатации внутри Московского третьего транспортного кольца, где действует ограничение погрузоподъёмности. Единственной легковой новинкой на российском рынке оказалась, ну, конечно, китайская. Пополнение случилось в клане марки «Черри», которая помимо самой себя и дочернего премиум суббренда «Иксид» завела ещё один лейбл «Амода». В продажу попал пока один кроссовер «Ц5», хотя уже в следующем году гамму пополнят седан и ещё один кроссовер. Интересно, что на родном китайском рынке «Амода» не выделилась в суббренд. Модель там продаётся как «Черри Амода 5», а вывести новую марку придумали специально для России и Казахстана. Что же до автомобиля, то это одноклассник Kia Seltos и Skoda Karoq. Технически «Амода» базируется на уже известной платформе T1X, которая лежит в основе кроссоверов «Черри Тига 4» и «Тига 7», поэтому по железу откровений нет. Единственный силовой агрегат — это сочетание полуторалитрового турбомотора и клиноременного вариатора. Передняя подвеска — макферсон, а задняя — полузависимая пружинная балка, поэтому привод строго передний. Тут самое время спросить, зачем китайцам понадобился клон уже нескольких серийных машин? Ускоренное разведение суббрендов напоминает позднесоветские гастрономы, где разнообразие имитировали стройные ряды бокалей. Комплектаций на выбор три. В базовую включены четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, комбинированная обивка кресел, подогрев руля и передних сидений, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль и выбор режимов движения. А напоследок поговорим о китайских «БУшках», которые из-за внутренних запретов до сих пор попадали лишь в некоторые страны. И вот газета «Чанчунь-Жибао» написала, что управление коммерцией города «Чанчунь» и государственный концерн «ФАУ» совместно готовят проект поставок поддержанных автомобилей на территорию России. Первая партия будет состоять сразу из пяти тысяч машин, включая тысячу седанов Volkswagen Jetta. О возрасте, пробеге и состоянии автомобилей информации нет, но есть одна зацепка. В Поднебесной выпуск Jetta закончился ещё три года назад. Добавим, что китайская Jetta не является родственницей знакомой россиянам модели. Это локальная версия нашей «Шкоды Рапид» первого поколения, которая отличается оригинальным кузовом и интерьером. В Китае такие «Фольксвагены» нередко закупали таксомоторные компании. Поэтому нельзя исключать, что вся партия «Поднебесных» Jetta — это вернувшиеся лизингодателю экземпляры из служб такси и корпоративных парков. А оставшиеся четыре тысячи — это представители люксовой марки «Хун Ци» . Чтобы было понятнее, «Хун Ци» — этакий аналог нашего «Ауруса», что поставляет автомобили тамошней партийной, правительственной и бизнес-верхушки. Добавим, что это уже вторая попытка китайцев ворваться на российский рынок автомобильного секонд-хенда. В 2019 году границу пересекла партия машин малоизвестных брендов. В списке были «Хафэй», «Синькай», «Суист» и другие. Из-за несоответствия этих автомобилей российским требованиям по безопасности владельцам техники не удалось получить обязательные сертификаты под названием «СБК ТС». В итоге легковушки пришлось утилизировать. Очевидно, что более современные «Фольксвагены» и «Хун Ци» должны отвечать актуальным нормам. Однако надо быть готовым увереннее, что они как минимум будут лишены северных опций вроде подогрева в сиденье и стекол.